Всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. Это я, Утес Шумора, и добро пожаловать в Call of Duty Black Ops 6. Ребята, знали бы вы, через что я прошел, чтобы сейчас зайти сюда. Я переустанавливал игру, я переустанавливал отдельные модули к ней, я удалял кучу софта на компе, я перезапускал ее по-разному, она у меня вылетала и не запускалась в стиме. Я не спал практически всю ночь для того, чтобы установить и поиграть в эту игру для тебя, потому что я хотел это сделать еще в пятницу, но у меня ничего не вышло, братишка. Но сегодня я здесь, как говорится, поэтому, пожалуйста, поставь мне свой лайк, потому что я ждал Black Ops 6, а она у меня не запускалась. Но, тем не менее, я здесь. Сегодня мы сделаем плотненький обзор как сетевой игры, так зомби-режима. Ну, а компанию мы, возможно, посмотрим с тобой на стриме, который будет в воскресенье у нас, скорее всего, если все пойдет по плану, как говорится, да, где мы получим с тобой удовольствие. Поиграем в разные, во всю Cool of Duty, скажем так, на стриме. Об этом, а стриме ты узнаешь, естественно, из телеграм-канала. А сейчас давай приступим, не будем тянуть яйца за кота. Поехали. Сетевая игра. Нажимаем. Пожалуйста, не вылетай только. Только не вылетаете, я умоляю. Хорошо. Мы здесь. Оружие. Исполнители. Мы с тобой снимали бета-версию. Ну, и, соответственно, сейчас игра вышла, и как бы мы должны с тобой... Деревяшка. Деревяшка — это у нас за предзаказ персонаж, которого я хотел посмотреть. Здесь у нас кто-то другой, может быть, да? Какие-то интересные здесь ребятишки. Господи. Карвер. Ну, оставим пока вот этого, братишку. Ну, или вот этого поставим. Бригадир. Итак, что мы знаем по Cool of Duty? Здесь свои серии очков, здесь свои сборки комплектов. Это доступно только на уровне 4. Здесь свои исполнители, казармы, магазины и всё-всё-всё прочее. Давай посмотрим, как играется сетевая игра. Давай посмотрим, какие здесь интересные моменты, особенности. Изменилось ли что-то у нас с бета-версией. Будем делать выводы. Поехали. Как он играется и насколько это интересно. Когда я играл в бета-версию Call of Duty, я, к сожалению, не посмотрел режим зомби, потому что режим зомби не был доступен. А сейчас он доступен, поэтому это очень интересно. Так, сидит парочка, у людей всё прекрасно. Начало как в фильме Фолыча. Ну, это, наверное, из-за музыки. Я заберу твой свитер из машины. Жена замерзла. Мне на самом деле очень интересна компания в Call of Duty. Мне интересно посмотреть на режим зомби. Сетевое и месиловое это всё понятно. Да, то есть как бы мы с тобой уже его снимали. Опа! Забрал свитер. А чё так плохо ему? Чё происходит? Огонь! Бегите! Огонь это мои видео! Ради бога, бегите! Нифига себе у него сон. Ёлки-палки. А может это был не сон? Западная Виргиния. 91 год, 18.02. У него какой-то шрам нашей. Внимание, обнаружен пространственный разрыв. Под уровень 10, ответьте. О, Сэм, что-то не так. По всему комплексу открываются разрывы. Ёпта, нифига у тебя пушка. Защищайте личный состав. Я сам разберусь, Сэм. Ёпта. А у нас целая большая история вокруг зомби-режима. Бланчард, займите командный пункт. Свяжитесь с отрядами. Нужно оценить Либерти Фоллс. Ясно? Ясно. Оценить. Оцепить. Смотри-ка, я пускаю её. Вот такую нужно в сетевой режим. Или в королевскую битву. Просто испепилятор. Молния-стрелятор Рифтхоген Эдвард. Его зовут Эдвард Рифтхоген. Директор проекта Янус. Переключаю управление на себя. Я тоже директор проекта Янус. Иногда. Ну, несколько раз в день, как минимум, а ты. Кто сейчас на Янусе сидит и смотрит видео? На Янусе есть кто-нибудь? Сейчас на Янусе сидишь. Нормально. Клянусь тебе, Сэм, ты никогда не освободишься. У него какие-то личные счёты. С этим Сэм или с этой? Сэм, это не его журнале? Чё-то я немножко его выпускаю в момент. А, Сэм, это, смотри, искусный интеллект. Но, Эдвард, я уже свободна. Сэм, это искусный интеллект, который, видимо, разработал вирусы. Да, и этот зомби-вирус уничтожает человечество. А Эдвард главный, соответственно, братишка по этому самому, по проекту. Да, насколько я понимаю. Liberty Falls, инициализация. Бой вот-вот начнётся. Исполнителя мы можем здесь выбрать. Давай посмотрим. Упа. Ёпта, беру вот этого братанчика. Давай, нормально, мне нравится. Вот таким вот я хочу в зомби-режиме играть. Сейчас оценим зомби-режим. Как я понимаю, это режим волн. Волны нарастают, и чем дольше ты пройдёшь, тем интереснее ты будешь выглядеть. Зомби-раунды. Liberty Falls. Liberty Lances. Что-то там такое. Максимальные ликвидации. Наибольший раунд эвакуация. Ну, то есть здесь ты ставишь рекорды по раундам и по всему. Графончик у нас максимальный. Нам нужно осмотреть город. Здесь Саперта. Нас пока не выпускают. Ещё, фишка Call of Duty это. Это. Ты бежишь, например, да? Нажимаешь Ctrl, прыгаешь вперёд. Нажимаешь, бежишь, нажимаешь Ctrl влево, прыгаешь влево. То есть ты можешь влево прыгать, вправо прыгать. Тихо, уже зомби пошли? Понял вас. Понял, интересненько. Заодно с Инсу можно здесь поднастроить и всё прочее. Ладно, полетели. Здесь интересный мувмент в игре. Так, это что, непонятно? 60 метров у нас. С тобой. Мы сюда не можем, кстати, барьер. А туда куда? Куда нам вообще? 55 метров. Осмотрите город. Классно, у нас есть точки целевые, но мы туда пройти не можем. Видимо, нужно уничтожить всех зомби, которые здесь у нас имеются. Мы не будем в овертайне сегодня. Ну, давай проверим, посмотрим, как это играется. Это интересно очень. Зомби-режимы в таких играх, кстати, у них много фанатов. Многие ребята любят. Нравится им. Зомбуриков потыкать. Внимание. Пропало трое учёных. Последний раз их видели в городе. Это хорошо. Ты чё, живой или чё, маленький? Критическое убийство зомби. Ты чё, маленький, здесь живёшь? Как-то можно улучшать пушки. Чё, скитбоксом. Чё, скитбоксами, ребята? Фликануть? Не фликануть. Вот такая в этом суть. А не видишь, уворачиваются, нужно ловить головку. То есть не просто так стрелять тупо, что зомби идёт в одном положении. Он уворачивается вниз, там, вверх и так далее. То есть у тебя очень много... Ну-ка, гранаточка. Как-то красивенько. Слушай, а мне нравится. Кайфово выглядит. Нифига себе! Кайфово выглядят. Красивые анимации, кстати говоря. Пахадончик. Вот это всё красивенько. Всё приятно. Ай, лизый маленький. Ай, лизый маленький. Ай, лизый маленький. Я ползну. Чё такое? Мгновенное убийство. А теперь, по кому я не попадаю, я моментально его убиваю, получается. Пушка на стене висит. Сколько у меня? Две 400. Нет бы его... Опа. Пистоль поменяли. Хорошо. Здесь у нас патры. Мы собираем ящик с боеприпасами. Когда у нас двери открываться будут? У нас сейчас третья волна пойдёт. Они пошли. Они пошли, выходят отсюда. У меня мгновенное убийство активировано. Да. У меня есть плашки брони ещё, я заметил. Мгновенное убийство больше не работает, чем на одно зомби только, или кончилось? Понял вас. Здравствуйте. Видишь, их всё больше. Волны, орды. Мы посмотрим, кстати, как это будет графически, потому что... Напоминаю, играем на RTX 4090 на ультраграфике. На самый красивый. Чтоб тебе было хорошо. Судя по FPS, у меня всё прекрасненько. Ресурсы 50 мы получаем. Критическое убийство зомби. Это меня бьёт. Это меня бьёт. Активированы energy field'ы почему-то. Я не могу подобрать там ресурсы. Генератор поля тёмного. Растворите зомби энергии тёмного эфира. А, это вот мы его и включили. Как бы. Ля, чё я делаю? Я случайно его, что ли, нажал? На джимы достаём плашку. Вот они, смотри, смотри, смотри. Мы растворяем их, ребята. Не всех, конечно, но кто попадается, видишь? Кто-то попадается на эфир? На тёмный. Это когда стрим в ночи. Тёмный эфир. Тратим мы на это косарик. То есть, мы можем выживать различными способами здесь. Тысяча долларов, как говорится. Ляпа, проходи ты его, что ли? Офигенный режим. Предыдущий колде режим был масштабный, объёмный такой. Здесь он такой, попроще. Но, как я понимаю, будет открываться город. Предыдущий колде зомби мы с тобой играли в большом обширном... На большой обширной карте. Ресурсы 50. Давай патроны заберём. Надо будет эффект ещё наролить в какой-нибудь. Пилечку получше я могу найти, не? Зомби посильнее, как будто становится, видишь? Долго их убиваешь достаточно. Сколько волн должно пройти, чтобы открылись вот эти поля, и я прошёл дальше, у меня вопрос. Роль им здесь. Здесь пилька. Пилька улучшает... Улучшатор наверху у нас. Опа! Стопэ. Стой, стой, стой. Не стрельба с упора. Оп, не могу. Нет? Я не цепляюсь сюда? Что? Порвите их лучше. Что происходит? Что происходит, ребята? Ля, я наверх хочу. Что здесь творится? Господи, ты кто? Бахаем. Я не знаю, кто это. Бахнули, бахнули, бахнули. Бахнули зомби-генератор. Слушай, за чё? Это кто? Бахнули зомби-генератор. Чё-то ксеноморфы. Максимум патронов. Нет, это всё за бэээс, но... Чё, они не лезут, да? Очень странно. Мне на генератор тёмного эфира не хочется, но мне хочется наверх вон туда добраться каким-то образом. Чё-то плотненькие стали зомби. Давай попробуем наверх пройти и купить там пушку. Я, наверное, как зомби сюда забраться не могу. Нет, да, я в эту дырку пройти не могу. Но, по идее... Это у меня уже седьмая волна. И они уже плотные очень. У меня нет оружия. Слушай, братишка, по-моему, я в жопе. Мне нужно где-то пильку менять здесь. Здесь чисто пистолет висит. Я могу заменить для своей волны пистолет, интересно? Давай проверим. О, Кабума, да классно. Ядерная бомба. Они чё-то... Они загорелись, я смотрю. О, а мы здесь прокачивать пушки можем. Подожди. Это другой пестик. Мне наверх хочется. Очень сильно. Неужели нет варика просто? Взять и зацепиться паркуром. Гу-бубль активировать бонусы, способности и эффекты. Можно пройти тупо. Господи богу. Можно штупо пройти, брат. О! Вот с этим уже интереснее. Пушки можно тоже прокачивать. Прижим есть? На бэшку мы меняем положение с тобой стрельбы. Здесь прицельная такая получается. Чё-то у них очень много ХП. Очень много ХП, братишка. Слушай, мувмент мне абсолютно нравится в этой игре. Как он сделан. Мувмент великолепный. Мы смотрим сейчас-то в зомби режиме, конечно, но тем не менее. Никаких подлагов, подглюков тоже нету. Подоступно. В принципе, всё ровненько. Достаточно легко идёт. Мне не нравится пушка, я бы её сменил. Мне нужна другая пилечка. Х2. Ускорение очков. Чё у меня за обилка включилась, я не понимаю. Чё, за обилочка, как это работает? Тихо, маленький. Вижу, гранатка выпала. Начнёт с них падать, короче, всякая дичь. Насколько я понимаю. Со временем. Девятый. Девятая волна. Она одна. Это вот эта вот пилечка. Она одна здесь висит. Я понял вас. Ловите. Ой, как хорошо. Сейчас у меня инстакил активен. Я почти умер, кстати говоря. Понял вас. Сейчас пойдёт реген. У меня инстакил, поэтому я имею право... Просто по всем пройчись. Есть мгновенное убийство. Хорошо. Сейчас немножко разыграюсь заодно для мультиплеера. Для получения удовольствия. У меня там не могло зайти. В МТ-шечку. Так, хорошо. Каблон. Лут? Это что? Топорик? Десятая волна. Видимо, нужно пройти 10 волн, чтобы пройти дальше. Насколько я понимаю. Я не уверен. У нас ещё есть тресы. Но мы сейчас бахнем с тобой этот генератор. Активируем бонус. Идём теперь вот сюда. Генератор бакается. Бабки у нас есть. Всё нормально. Хорошо. Они сжигаются на этих штуках. Это нам плюс. Он пилечку прокачиваю. ДМ-10. Это такая скаут-райфл получается у нас здесь даётся. Скаут-шечка. Кылька. Тихо-маленькие. Тихо-маленькие. Ой-ой-ой-ой. Чё так плотненько? Ну-ка. Ваншоточный топор получ... Я могу его подбирать. Да ну нафиг. Это имба. Этот топор это имба, ребята. Эвакуация? А куда эвакуация? Подожди. Что я могу здесь сделать? Допустим, эвакуация. Вызыв эвакуационный. Эвакуация удалась. А чём мне это даст? Эвакуация. 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 Я неправильно всё это время игра... Я неправильно играл всё это время, ребята. Сейчас-сейчас реанимируюсь. Реанимируюсь сам быстренько. Они уходят. Смотри, они ищут моего... Я понял. Я понял, как это работает. Я должен был покупать выход из барьеров. Ну, зато знаем. Так, полетели. Я выберусь. Это будет рофлкэк, если я не выберусь. Эвакуируйся, брат. Ты эвакуироваться будешь, нет? Я же эвакуировался. Да. Господи. Господи. А там смотри... Ой, там какая-то... Смотри, там... Смотри, там... Ниппон. Ниппон. Остались мы или эвакуировались? Что это нам дало? Вопрос. Отчёт паузы. Ну, наверное, мы... Это, наверное, так и задумано, да? Ну, то есть я всё равно как лучше отыграл. Ну, фактически. Мы прокачали здесь. Короче, здесь тоже можно прокачивать пушки и получать от этого удовольствие, как я понимаю, в этом режиме. Режим зомби посмотрели. Слушай, мне интересно. Это прям нужно это. На стриме челленджи устраивать. До какой волны мы с тобой сможем бахать? Это очень интересно, на самом деле. Тут 25 раундов нужно продержаться, я вижу. Пока мне всё нравится. То есть, мувмент, всё, пойдём сейчас дальше смотреть. Ну чё, братишка? А теперь давай перейдём к сетевой части. Итак, Call of Duty. Что такое... Что такое Call of Duty в мультиплеере? Во-первых, это игра про пушки. У кого вкачанной пушки, тот перестреляет того, у кого не вкачанная пушка, если они будут одинаково играть. Я сейчас поиграю с разными видами оружия, с простыми... Несобранными. Ну и поварую, соответственно, чужий. Почему это нужно делать? Так, игра про пушки... Бля. Да дайте поболтать-то, а! Так как игра про пушки, ты заходишь на разные лобби, даже с первых левелов, где играют ребята 30-х левелов, 20-х, 25-х. Системы подбора по левелу здесь нет, насколько я понимаю. Так вот, твоя задача с простой пушкой, даже если она у тебя вообще нисколько не вкачанная и без обвесов, соответственно, эту пушку забрать. Ну, то есть, во-первых, можно прокачать свою, а можно позабирать чужую. Что будет правильнее. Ну, если ты хочешь побеждать, там, играть на КД... Вот, акулик. Пример. Более-менее собранный акулик. Ой, как хорошо он стреляет, слушай. Как же мне калаш нравится сейчас. Вот-вот, я еще в прошлый раз на бетке заметил. Сейчас проверим его. Главное не потерять. Калаши здесь прям вообще бау-бау-бау. Прям топчик. Еще очень важно не суетиться, следить за картой. Иметь ротацию, да? То есть, не в ротацию, записывай до 100 и блокнотик, а ротацию. Ты должен ротировать по карте. Смотреть, где может быть спаун противника. Смотреть, где твои тиммейты, где враги. Лям, дайте калаш попробовать. Не дают калаш потрогать. Спасибо, брат. Класс, Николаш. Надо еще потрогать. До калаша нужно качаться просто, поэтому я бы с удовольствием его прокачал. Всегда нужно смотреть, быть внимательным, смотреть на карту. Вот в той позиции никого нет, должны быть люди, по идее. Потому что слева наши. Отсюда должен пойти черепышик. Ну, по логике. Но они не идут, они идут туда, к нашим. Ой, хорошо. Ой, хорошо, маленький. Ой, хорошо. Как же он режет просто в точку, а? Акуля моей мечты. Мне нрав... Мне нравился. Этот калаш. Нравился. Ну ладно, ничего страшного. Надо собрать, собрать. Собрать, забрать, как говорится. Смотрим, чекаем, от какой позиции может играть противник. Это очень важно для новичков, потому что новички начинают суету наводить. Здесь суетиться не нужно, а потом плакают. А почему меня убивают? Ну, убивать-то здесь и так ты умирать должен много. Потому что это колда мультиплеер. Бля! Это я в машину, да, попал? Господи, я хотел зарядить базюку. А это я вырежу. Просто базюку хотел... Колде мультиплеер. Смерть это часть игрового процесса, поэтому не расстраивайся, если ты вдруг нубасик. И у тебя слабенький кд-показатель, это не страшно. Потому что, наверное, много суеты наводишь и бежишь на все, что видишь, как говорится. А вот тут не хватило дэмэджа. Очень странно. Иногда подкат не срабатывает. Выходит в приседание. Лучше отойти, зачем мне это нужно. Регенемся спокойно. Ставим патры. Папа-пам-пам-пам-пам-пам. Да, конечно. Это ты маме расскажешь ли в школе кому-то? Папа-пам-пам-пам. Нет, тут никого. Двигаемся дальше. Поэтому, атака колда. Еще раз, эта игра про пушки. Нужно не расстраиваться, если вдруг ты сосаешь бибунчик. Соответственно, против типов, у которых пушки уже вкачаны. Да, потому что одинаково будете стрелять, тебя перестреляют только за счет того, что сборка у человека лучше, чем у тебя. Конечно, он может на голову навести и так далее, но это нужно понимать. Игра про сборочку. Про оружие. О, здесь сидит чел. Наверху. Криса какая-то, а? Где-то тут. Вот она. Вот она. Я сделал вид, что его не заметил. А он повелся. Либо он меня не видел, тоже я не знаю. Ну, нормально. 13 убийств, 2 смерти. Просто с первой самой легкой, ну, точнее, легкой, конченной пушкой. То есть спокойно залетаешь, аккуратненько смотришь на карту. Командный бой, это хорошая тема для разогревочки, как бы. И получаешь от этого удовольствие. Ну, я считаю, что на самом деле... Ой, просто, просто нарезает, смотри, просто пулеметчик. Я считаю, что в этом никаких проблем у игроков быть не должно. Просто многие, я заметил, в центре сообщества в стиме, ну, вот я захожу, там одни в ситеры, у них уже левела и пушки, а у меня ничего. Ну, ты грамотно играй, ты как бы не суетись, суету не наводи, и все будет окей. Время ПП-шки. Значит, я открыл ПП-шку, купил. Точнее, не купил, а мне открылась за счет левела. А открылась ПП-лечка. Вот сейчас ее потестируем. Тоже абсолютно голая, без одежды. ПП-лечка, без сборочки. Посмотрим. Слушай, неплохо. Слушай, хороша. Это ПП-шечка. ПП-шечка, кстати, в игре это очень хорошо. Можно сделать хорошую сборку. Вообще, во всех колдах всегда так было. Ты можешь сделать, собрать себе такую ПП-шку, что, в принципе, проблем у тебя не будет. Ты мне напиши. Стримить мы будем, колдун? Я очень хочу компанию посмотреть. На самом деле, потому что компания... Компания на самом деле это очень хорошо. Я компанию жду, я все Call of Duty проходил практически на канале. Я хотел бы на стриме пройти. Поэтому напиши мне, ждешь ли ты такого? Мера... Мероприятия, как говорится. Мы проигрываем по очкам, но я... Буду стараться. Мне главное не отдаваться. И забирать побольше фрагов. Тогда мы можем победить. А, здесь у нас... Здесь же у нас хардпоинты, господи. Здесь нужно поинты забирать. Стоять на точечке. И тикать. Аккуратненько отыграем. Внимательно смотрим, без суеты. Смотрим на карту. У нас есть там точка. Туда сейчас придет противник. Мы берем первыми. Будем удерживать этот поинт. Ага, отсюда могут снизу прийти. И сверху, естественно. У нас лесенка здесь. Чекаем, сидим. Спокойненько. Мы должны встретить из-за угла. У нас преимущество, да? То есть чел, который выйдет из-за угла, он не поймет, лежит или... Лежит или сидит тут противник. Оп. Этот чел даже не понял, что здесь есть челик. А у нас преимущество. Мы забираем впервые. Но чел прострелил чисто угол. Ладно, ему повезло. Этому, братишечке, повезло. Ты знаешь, вот этот вот мультиплеерный жанр, да, он раньше был реально очень сильно популярным. Ну, то есть как бы динамика, сосамика, движение. А это такой, именно, именно Call of Duty мультиплеер. Сейчас, в Call of Duty в современных, этот режим используется больше для прокачки оружия, для того, чтобы поиграть в королевскую битву, либо во что-то такое. Поэтому, не знаю, стоит ли снимать такое, только если прокачку пушит тебе. Ты мой родненький, а? Ты ж мой родненький, сколько в тебе брони, братик? Ну-ка. Пошел на выкор. Давай выкурим их так. Первый пошел! Друзья, там есть у тебя, брат? Братишка! Эх, второго не задел. Моему вертолету конец. Вертолет у меня слабенький получился, на самом деле. Угу. Я вас понял, уважаемые, сыры и сырихи. Но мы как бы догоняем потихонечку. Если сейчас поудерживаем поинты, нормально выиграем. Ну, вообще здесь мало кто на победу играет, на самом деле, потому что... Все качают пушки. Тут очень важно прокачка пушек, но, соответственно, за удержание поинтов ты тоже... А, смотри, сюда нельзя. Интересная карта стадион такой. Ой, я и бурик, конечно. Вот это да! Ничего, бежим, движемся, как говорится. Бежим, движемся и действуем. Эй! Понял? Понял, понял, понял. Все, больше так не бегаю. Больше так не бегаю. Все, понял, понял. Наказали, наказали, все. Надо перекрыть как-то аккуратненько проходики, подходики. О, вот это выгодный поинт, хороший. Здесь можно вот так вот, оп! Мы с тобой забираем поинт и одновременно держим угол. Могут зайти сзади, конечно. Конечно. Но это хорошая позиция. Вообще позиционка очень важна. Даже командный бой, не командный, защита точек у тебя, либо еще что-то. Позиционка в этих игре. Очень хорошо решает. Поэтому твоя позиция, твое поведение, твое видение карты. Хорошо. Видишь, наши кроют другую сторону, я крою эту, это логично. Есть кто-то? Внутри. Надо добрать. Добрали, меняем позицию. Ну? Баранкукну. Давай щас попробуем на поинт выйти. Предлагаю зачистку сделать. Раз, вот здесь ракет-ланчер, надо им пользоваться. И раз! Есть конект, есть контакт. И... Есть конект, есть контакт. Надо забрать, понимаете? Молодой человек. Забираем его позицию. А как знал? Ты посмотри на припайре вышел, чел. Просто на припайре почти. Видимо, тот, кого я убил. Узнал, что я буду улягу. И это победа, ребята! Невероятно! Невероятно! Вытащили катку, получается, с тобой мы. Ну-ка, давай посмотрим, как здесь. Здесь прикольно сделан last kill. То есть, показывает, как бежит. То есть, в той же позиции. Разгончик, бумбончик. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Прямо в бубенчик. Отстрел бубенца произошел. Это был лучший момент, потому что в бубенец. 19-5 отыграли. Неплохо, хорошо, я считаю. Ну что, братишка, время потыкать снайперскую винтовку тебе. Потому что это тоже очень важно. Посмотреть, как снайпа себе ведет. На самом деле, я считаю, что в этой Call of Duty снайпа очень хорошо сделана. Я играл на бетке для тебя. Вот. Не знаю, ролик-то этот видел или нет. Вот. Непон. Это что было? Это типа я не попал? Вот. И, соответственно, мне кажется, что здесь у снайпы хорошее будущее. Очень приятно играется. Это потунок? Маленький. Сиди там, смотри. Крыска. Ну, сейчас я зайду с другой позиции. Сиди, сиди, крысеныш вонючий. Бубенчики тебе нравятся? О! Ой, это миллион тысяч лайков. Ой, кто это видел? Напиши, что я это видел в комментариях, пожалуйста. Ой, как это. Вот это трекинг. Вот это, да. Вот это лучший просто. Вот это, да. Вот это. Вот, видишь? Понимаешь, вот это вот оно талант. Не надо даже задротить. Я вот не задрочу. Это талант. Я просто захожу и бам-бам-бам. Это талант. Надо представить, чтобы, если бы я, например, стримил ее каждый день или задротил каждый день. А тут на таланте просто, понимаешь, вывозишь. Вот это я понимаю. Это да, это не каждый так можно. Это не бурить пипончик перед сном. Карта мне не нравится. Абсолютно не снайперская. Да мы играем на снайпере. Вот чей, вот чей нам она неприятна, мана. Ну, я на самом деле ждал колду. Во-первых, я компанию очень хочу пройти вместе с тобой. Во-вторых, жду королевскую битву здесь. Маленький, ты определишься, нет? Вот! Бля. Услышал. Думал, как флекану, так флекану сейчас. Ну, это не за регулы, чисто. Как бы тут вариков нет. Батьки, все точно сделал. Севсекс какой-то они. Полу, блин. Смотри, показывай. И все. Ваншот ванкил, но лак джи скилл. Это мне очень нравится, что ваншотит. Это не несобранная пушка. Это очень хорошо. Это прям нравится. Папа-пам. Ой-ой-ой. Иди сюда. Движ. Слышу. Выходит. И... Бам. Здесь чел. Чел. Пошел, пошел, пошел. Мост. Бам. Очень хорошо. Очень хорошо. Просто. Просто. Синоби. На мода. Трекинг. Как головку чека. Ну, понимаешь, это, это, это навыки. Это талант. Точно. Все, все выверено, понимаешь. Это скилл. Это я не в папку играть. Что, как тебе вообще игра? По движению, по динамике, напиши мне очень важно твое мнение. Вот. И ждешь ли стрим, напиши обязательно. Потому что я хотел сегодня посмотреть все пушечки, посмотреть зомби-режим. В принципе, на снайперке, я думаю, мы с тобой истопнем. Играть можно в это бесконечненько. Потому что, ну, качаешь, там затрачиваешь и так далее. Вот. А всю основу я хотел бы посмотреть. В принципе, напиши, что еще ты хочешь посмотреть. Хочешь, чтобы я пушки поразвивал? Может, сборки тебе поделал. Ты пиши, не стесняйся. Эх, не вытащила наша команда. Не вытащила. Но я старался. Ладно. Победки есть? Пораженька есть? Опа, давай посмотри. Нифига себе. Цельнометаллический. Жидкокристаллический. Я, пацан, вообще не эпический. Посмотри, какой жесткий у него скины. Он, это, задр. Ис, это трус, задрот. Но, что я могу сказать, ребята? Я колду ждал, я хочу и позаниматься. Миллион тысяч лайков будет, буду заниматься. И постримлю компанию для тебя. Пиши, что думаешь. С тобой был я у тебя с Шумору. Целую и люблю. Я 24 часа мучился, как установить эту игру. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok